Множество людей собирает пасхальное богослужение, и тех, кто регулярно ходит в храм, и тех, кого благодать Божия призывает сюда пока только по большим праздникам. Особенно торжественно проходит богослужение в кафедральных соборах. О том, как встретили Пасху в Успенском соборе Омска, расскажут наши коллеги. Каждую пасхальную ночь Собор Успения Пресвятой Богородицы собирает омичей на празднование Воскресения Христова, чтобы стать причастниками великой духовной радости – Воскресения Христова. Торжественное архивейское богослужение транслировалось в прямом эфире на региональном 12-м канале с аудиторией более полутора миллиона человек в социальных сетях и на YouTube-канале. Комментировали богослужение Ирей Константин Беспалов и журналист 12-го канала Наталья Змага. В полночь начался крестный ход вокруг Успенского кафедрального собора, напоминающий о шествии святых жен мироносец к пещере с погребенным телом Спасителя. Перед тем, как открылись затворенные врата храма, символизирующие двери гроба Господня, духовенство пропело долгожданные стихи Пасхи. Сегодня великолепный праздник и люди собрались в храме. Слава Богу, звучит музыка, поют прекрасные голоса, приятно слышать и слух радует, прекрасное пение. Действительно, Христос воскрес и у всех отличное пасхальное настроение. Свет воскресения Христова освящает души людей и воскресает их для вечной жизни. Все это отразилось в слове на Пасху святителя Иоанна Златоуста, прочитанное перед началом литургии митрополитом Владимиром и особенно точно выражающее смысл праздника. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, был объят ею, он опустошил ад, сошедшего ад, огорчил того, который коснулся плоти Его. Где твоя смерть жала? Где твоя ад победа? Воскрес, Христос, и ты изложился. Заключительным аккордом после Божественной Литургии прозвучало пасхальное послание святейшего патриарха Кирилла архипастырям, пастырем, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Господь даровал себя всем верующим в Него, как образец добродетели, и приобрел нетление, дабы по Его стопам шли все спасаемые. А для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в таинствах Святой Церкви. Прочитав молитвы на освящение пасхальной снедии, митрополит Владимир окропил святой водой куличи и яйца и поздравил всех с воскресением Христовым. Дорогие отцы и братья и сестры, дай Бог, чтобы этот праздник голоснул за наше сердец и укрепил нас в вере к Богу, укрепил нас в надежде быть всегда с Ним. Христос, Христос, Христос.